Ну что ж, всем привет! С вами Wages of Sim, и сегодня мы продолжаем играть в Minecraft. Итак, у нас тут сборочка обновилась, к сожалению, термалка, которая просит себя обновить, нихрена не работает на данный момент. Но, тем не менее, остальные моды я обновил, насколько мог. Сейчас у нас самый последний чизел. Матиккрафт, как вы видели, вызывается на букву И. Стамеска у нас такая начала ломаться. Что тоже приятно, потому что иначе она, такое чувство, что была просто бесконечная. Так, 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 что еще, что еще, что еще? Ну да, единственное, наверное, чем я был очень удивлен, это то, что книжка из ботании поменялась. Ну, кстати, появились вот такие вот чизелские факела, собственно, из-за которых я с чизелом и мучился. По-другому они мне сильно не нужны были. Так, секунду, что-то я чувствую, что надо бы как-нибудь, а то я окружение вообще не слышу, что вокруг меня происходит. Вот, вот такая вот сейчас страшненькая желтенькая книжечка. Ну, на ней все то же самое написано. Васки, лексика ботания, выпуск. Все отлично, все замечательно. И теперь появились картиночки напротив всего. Удобно, но если ты не знаешь, что из себя представляет, то оно мало чем поможет, честно говоря. Но, тем не менее, есть и есть. Почему бы, как говорится, и нет. Это я закладку на финишке сделал. Так, честно говоря, я за кадром не подготовился. Я не знаю, что именно вам показать. Но, смотрите, в общем, я сделал себе комнату Таункрафта. Что я сделал? Я исследовал... Где у меня книга Таункрафтская? Таункрафтская. А, Таунамикон. Вот он. В общем, исследовал я почти все, кроме запретных всяких. Ну, копирование исследований пока смысла никакого нету. Таунмические наконечники есть. Серебро-дерево тоже есть. На балдашнике. Вот, вот эти вот узел-стабилизаторы. То есть, если раньше в Таункрафте, по-моему, 4.1 можно было просто ставить узлы, ауры, точнее, в доме, и ничего с ними не будет, то сейчас они могут начинать пожирать друг друга. Это, честно говоря, печально, но... Почему бы и нет, собственно? На это я пойтить могу. И, соответственно, эти стабилизаторы ограждают наши ауры от того, чтобы они были съедены. Вот я себе натаскал 6, 12, 14 нот. Здесь по центру будет стоять палочка для заряда этих нот. Ну, вот эту вот ноту я перетащу, потому что я уже, когда поставил, уже потом понял, что мне, блин, нихрена неудобно бегать в итоге по прямой-то. Ноды, в принципе, все адекватные. Где-то по 3-4 аспекта в каждой. Ну, и почти все идут стоковые аспекты. Да, в принципе, почти все. Некоторых там есть аспекты первый уровень, но все равно особо такие замудренные не старался искать. В общем, бегал я за ними долго, и я очень сомневаюсь, что это было бы кому-то интересно. Далее. Ну, давайте, что, коль уж таункрафту таункрафт, нам нужно развивать таункрафт, чтобы сделать вот это вот... Блин, я даже не помню, как эта штука называется. Ну, зачарование, пусть будет так. Так, на самом деле, она в таункрафте называется как-то по-другому. Дополнение предметов магии. Ну, ладно. Пусть будет так называться. Безочарование. Все равно и не ебет. Так, что нам надо? Нам вначале надо разобраться с алхимией, а именно очистка эссенции нам нужна. Это нам нужен тигель без проблем, печь без проблем, магический камень тоже, в принципе, без проблем. Магического камня у меня дохрена. Кабла у меня, сами понимаете, дохрена. Почему я всегда бегаю туда? Тут рядом верстаки везде стоят. Вот ведь, вот ведь, блин. Не сделалась печка. Теперь сделалась. Итак, продолжаем дальше. Это есть, это есть. Помимо этого, тигель. Чтобы сделать тигель, нам нужен металл. Давайте заодно металла соберем у големчиков. Что вы там по-насобиральными? Как у меня бишь? Только голем я всегда в него утыкаюсь, почему-то, когда выбираю. Так, 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 так. Ну, тоже автоматизацию вскоре в будущем сделаю как-нибудь. Может быть, кстати, и не слишком вскоре. Так, берем стак. И давайте еще раз глянем в книжечку. Нам же надо очистку СН. А, подождите, это основняк получается. То есть он нам нужен два. Их нам надо. Да, их нам надо два. На будущее. Именно на будущее. Так, делаем тигели. Точнее, в начале это котлы. Сенкс. Но лучше бы ты не выскакивал. Про это дело. Так, и нам надо превратить теперь их в тигели. Тигели готовы. Да, кстати, я потерял все инструменты. Так что не удивляйтесь, что у меня на них нет зачарования скорости. Вскоре в будущем оно будет. И тигели у нас есть тоже. Теперь. Видите, это, кстати, я делал как раз такие под стабилизаторы, под ноды. Ну что, у нас все звенит, кряхтит, стучит. Ужас. Так, тигель по центру, печь внизу. Что, все остальное забивать этим что-то? Да, не. Какой-то другой рецепт был, я помню. Точнее, я не помню, но я догадываюсь. А, тигель, печь чуть выше. Но вообще мог бы и собраться и так. И опять что-то не то дело. Я всегда что-то не то дело. Мак, камень, тигель, печь. 5,5. Верстак, ну. Мак, камень, печь, тигель. Пардонте, слепошара. Зачем я это сделал? Ладно, не важно. Так, самое главное у нас это, в инвентаре твикста работает? Работает. А то у меня что-то с ним проблема сегодня была, я его не смог заставить работать. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Сюда. Далее. Нам нужны олембрики, по-моему. Перегонный куб. Золото, железо и ведро. Четыре перегонных куба нам достаточно будет, я думаю. Золото, золото. Четыре ведра нам надо в итоге. Есть. Далее. Фильтр. Фильтр делается по две штуки. Золото и дерево, серебряного дерева. Этого добра есть у нас. Быть того не может, оно должно быть. Я помню, я его срубал. Собственно, ручно срубал. Специально ходил к Стриксу, потому что он сказал, что дает добро на то, чтобы я вырубал у него леса. И срубил там одно деревце без ноды, естественно. Че же я, совсем что ли, негодяй какой-то с нодами рубить. Давайте ошибки больше такой не повторять. Вот. Чуть-чуть подешевле. Но это нам сыграет хорошую службу в итоге. Теперь нам нужно сделать чайник. Я вообще не знаю, как он делается. Что-то там железо вот так вот суется. Ведро по центру, сверху железо и золото. Отлично. Ведро по центру, золото, фильтр и еще железо. Что я опять делаю не так? Почему у меня всегда ничего не собирается? Что у меня за руки такие кривые. А, ведро по центру. Молодец. Молодец. Нет, по центру. А, золото не сюда. Раз, два. Да. Не, кончилась мана. Мана кончилась. Пойдемте пожинать плоды своих стараний. иногда вот войну хочется вырубить как раз вот на этих моментах что она вот своими ноликами подглючивает это это вообще печаль тоска жутко неудобно не правда ли чем на эту еду родную наяривает вроде надо как но ничего не такого нету аквы аквы нету да вы гоните это защита есть досок вы нас проблем по ходу небольшие но проблемы решаются тупо временем здрасте пожалуйста я про себя дал куда кончилось почти как я хотел вот так вот нас получились перегонные кубы теперь мы можем начать заниматься зачарованием блин какое же слово ужасно это как она правильно называется к сожалению забыл да ладно неважно пусть будет зачарование и нам нужно сделать перезарядочный пьедестал чтобы его сделать нам надо что сушить а сингулярного молит стал дешевый на самом-то деле очень я даже сказал так я жмот автоалхимия делается труба труба доски дерева как делается труба капля ртути капля ртути делается из обычной ртути обычная ртуть это у нас киноварь насколько я помню ёптвою я уже и этот сундук заполнился сушен там прямо это клондай как это раскопал так как всегда мало света камня всего полтора стака ну да ладно киноварь дробить ее насколько я знаю бесполезно только жарить давайте получим ртуть и вот у нас есть ртуть но это далеко не капелька ртути это именно как слиток ртути а вот это уже капелька ртути в итоге у нас этих капелек херова гора вот теперь лезем дальше делаем трубы стекло золотой самородок кстати сам там крафт не используют почему-то монетку у себя хотя power дикшинари она занесена как золотой самородок тоже так ладно далее я уже забыл что нам еще надо ну конечно же стекло вот с точки зрения точнее в случае с там крафта вообще не понимаю нахера там стекло но не поспоришь же с азонором нужно стекло так ладно я понял что слишком дорогие трубы решил делать раз два три четыре хватит этого дела нам 32 трубы из них нам надо сделать 4 фильтровых а 4 клапановых точнее вру это на трубу всего лишь рычаг а как же фильтра печально ладно оказалось раньше рецепт был сложнее или я путаю просто чем-то раз два три четыре от неважно давайте творить творим раза три четыре ну конечно жрут они блин орда и аква у меня сволочи просто адское количество сожрали то я уже меня еще точнее не успели перезарядиться мои ноды к орда орда да тут вообще по копеечке можно сказать собираю нетронутая нода есть у меня в моем краю одна очень веселая нода я ее назвал честно говоря пожирателем миров то что эта собака реально пожирает все вокруг себя я я первый раз как-то даже не замечал и тупо перс и перс и перс и а потом меня как начал засасывать и все помер я короче в этой ноде потеряв все дерево великое и нам надо я не запомню этот рецепт никогда ни за что вы меня не заставите так автоалхиматор или как те там надо же стоит сказать что не запомню сразу запоминаю были когда надо ничего не получается то не надо все меня не менее мне в руки пожалуйста палочку мы будем магами мага иди сюда кристаллизации сенсы и ваще мастерки превращать алекторит куда наверно обратимое действие тоже кажется легким обратимое то есть из эссенции во что-то высасывает эссенции из труп от сети и медленно превращает ее в кристаллы эссенции это абсолютно нестабильно катализатор либо выбрасывает кристаллы на землю либо процесс регулируется сигналом красного камня скорость процесса можно увеличить подведя тэру тани я вообще хотел почитать сколько это хреновина жрет 30 30 и 15 20 13 а работая у как а ничего на халяву тут не делается к сожалению этим вот конечно же интересен и так шо нам дальше делать а делать на вот шо давайте соберемся трубы сделаем себе делаем себе вот это вот хреновина давайте не будешь вот этого делать не надо вот не надо не делай и делать уйди и ушел ты где у нас хаум крафт хаум крафт егерь хаум и нам надо сделать банку обычный банка банка делается вот так вот из одного аквы и плита нужно деревянная окей еще плита это не проблема 18 банок ну хрен с ним пусть будет 18 ой что я забыл что мне надо вот это еще сделать боли а чё получается ванила плюс пустой флакон когда я сушу флакон не что-то плохие такие-то ассоциации сразу же они стакаются как как 18 где хорошо я вас понял окушка где моя аква вот у меня аква здесь у меня была аква я помню да в стабилизаторах они регенят свои аспекты два раза медленнее чем просто на улице они будут стоять так что есть небольшой минус но все же плюс я думаю выигрывает но она аква и тупи короче орда аква высосали под 0 и вообще а и так давайте чтобы все это закрепить делаем инфузия инфузия называется я вспомнил зачарование блин инфузия хорошо я хочу сделать светильник для начала винтарный блок нитр и железо ох 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 что же делать то вам давайте сделаем эту хрень киш камушка у меня нету нету камня вот это ска ладно у нас тут все каменное поэтому бояться особо нечего потом заменим это все на виктор на это митр на русском унитар начнет переведем по крайней мере охни его огни его работа ладно это уберем теперь чтобы сделать нитр нам нужно подводить аспекты чтобы подводить аспекты нам нужно на угле жарить какую-нибудь хренатень в данном случае нам надо на угле не поверите жарить уголь 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 спрашивает уголь знаете чё опять помнил вспомнил я то что я опять просрал что я ничего не просрал что я слепой все нормально я хотел сказать что это умометр про опять после смерти не восстановил оказывается нет восстановим так и мне надо по плачку палочка есть это нам не надо честно говоря почему-то для автоалхимии я думал что тоже надо подвести и сейчас скажу вот эту вот химическую печь оказывается хрена хрена стамас так давайте выкинем это исследуем 2 и 2 а сколько у нас в обычном угле так обычный уголь я бы его сделать честно говоря подороже нет 2 и 2 хорошо там абсолютно не принципиально на каком из углей мы будем жарить но дешевле естественно обычный древесный уголь что мы сейчас делаем мы пытаемся перегнать его жидкую эссенцию все что у нас здесь происходит сейчас будет ужасы нашего городка это то за что а за нора ненавидят люто все это трубы но в принципе в этой в этом именно таункрафте эти трубы ведут себя очень адекватно я же сам охренел когда увидел как все просто как все элементарно то есть вот такая вот конструкция она будет забирать отсюда эссенцию которую мы получили и делать на это единственное что нам надо будет сюда засунуть это катализатор и принципе на автомате у нас все это будет создаваться катализатором у нас служит отсутствующий или я опять слепой отсутствующий у нас светокамень который у нас присутствует здесь ну где ты камушек блин увидел по-моему в дробитель надо да нет в камеру обогащения это сделали сапилку себе называется совсем зажрался и ой зажал дерево жалко стало почему это все прогоняю потому что не факт что мне 4 именно выпадет хотя у меня есть супер кирка из завел крафта что-то как не подумавший это сделал и у нас вот что мы можем сделать либо удвоить его либо мы можем сделать найтер мы говорим нам нужен найтер у нас есть 32 32 и еще там начало наполняться все окей в одну банку влезает 64 так для справки далее нам нужен люкс люкс это у нас факела для того чтобы сделать люкс это на 32 это надо 16 и будет у нас так люкса просто сразу час найтера дохера понаделаю что потом к нему не возвращаться печуня что ж ты такая медленно это тебя только за смертью посылать ой а ты наполнилась пардон печуня ты быстро это я медленный а ну да мы получим же 20 така в итоге не оттуда черпанул и того потенше есть игнис есть начало делаться игнис забрал но ему нужен люкс люкс моему покатать не можем потому что по очередности у нас сейчас начали сделается угель а потом уже а потом уже все остальное игнис игнис давай ты вниз игнис будешь посылать а то что-то как-то глупо получается что самых верхних генерируется все это дело так и у нас должно получиться еще 64 то есть у нас еще у нас вот это вот это буфер именно аспектов то есть у нас еще тигель не вытравил все аспекты из себя магмовая печь точнее вру не тигель поэтому немножечко ждем вот у нас последний уголек пошел уголь ушел все кидаем сюда факела и он у нас буфер опять начинает наполняться мы можем в принципе по вали посмотреть что именно в буфере в данный момент находимся как вы видите потенше игнис люксу совсем чуть-чуть пока как будет 64 тогда уже начнем и вниз беру потеншую забираю и не забираю потеншую забираю слушайте логика поправилась у этих труп теперь он нормально отсылает туда куда надо так три игниса это там сейчас находится у меня там восемь по сути мне надо восемь на три двадцать четыре люкса двадцать два двадцать три двадцать четыре вместо этой бутылки ставим вот эту и у нас пошло производство игниса ой фу найтера а чё простите с трубами происходит почему они шипят они вообще-то отдельно друг от друга спасибо причем если вы не заметили я не вливал воду внутрь то есть вода нам сейчас по сути не нужна здесь шесть вот такая вот интересная алхимия мне нравится честно говоря а за нор молодец шестьдесят четыре шестьдесят четыре и люкса тоже должно быть шестьдесят четыре но я наполнять не буду чтобы банки не плодить вот у нас все получилось и давайте ну еще он не освободил полностью буфер свой хорошо это мы сделали далее что нам надо если вы помните мы сейчас не помните точнее если мы сейчас делаем обычную лампочку и для нее нам надо найтер который собственно сделал железо и датчик дневного света да есть у нас блок этого винтаря никаких проблем и никакой магии он просто складывается в обычный блок с магией что ли да вы чё а ну да винтарный блок вот так получается чуток поменьше а за нор сжалился и сделал так и датчик дневного света дневного света никогда его не делал кварц стекло и слэбы дешево кварц стекло слэбы стекла стекло кстати какое я уже забыл обычное обычное слэбы да сделаем две чтоб чтоб у нас было две лампы и мы эти обе лампы может быть используем где-нибудь хотя я даже знаю где их использую да я знаю у меня же есть две грядки сейчас одна наверху с кустами а вторая внизу с этими в общем не с кустами неважно то опять формулирую два часа буду чё хочу сказать по всякой животвой его ахахахаха ахахаха кварц 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 у нас лежит тут ама да блин ох уж это совместимость ней ух прям ух прям бесит так мне надо 6 стеклышко я тут уже мне кажется второй или третий круг нарезаю просто в итоге бежишь бежишь вспоминаешь что надо что-то другое возвращаешься так это у нас есть и того хаум хаум крафт мне нужна обычный обычный совершенно обычный лампа работающая насколько я помню без всего хорошую подсказку в самом конце мне нравится вот они лампы железо железо дурак железо скинул вентарный блок датчик огненного света понял ускорение дышим обратно ой у меня было железо я его не скинул боли надо хоть изрек смотреть в инвентарь прежде чем что-то брать и паром ен то есть не не важно блин тороплюсь что-то тороплюсь не знаю что но тороплюсь палочку палочку суем два светильничка все замечательно теперь нам надо из этого светильника сделать светильник роста для этого костная мука золото и зеленые шарды помимо этого херба виктус и люкс люкс у нас есть херба у нас нету но сделаем хербу мы сделаем сделаем хербу дай ножницы дай ножницы хербу делать буду есть стак нету стака стак есть стак есть хм как я ровно прям стак 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 херба у нас будет я ж прав хм я прав так пока я разбираюсь надо это на пережарку так люкс я весь высосал насколько я помню в итоге вот люкс и и вот и вот люкс так люкс у нас есть куда их ставить давайте сюда так бесконечный источник воды ты мне не нужен теперь да я вообще тобой уже давно не пользуюсь так что ты мне точно не нужен все люкс есть на зеленые шарды три раз два зеленые шарды два золота и костная мука два золота и костная мука два золота и костная мука не знаю зачем так много взял ну пусть будет но как говорится немало да и шардов бы с запасом честно говоря взять шесть хотя бы шарды зеленый зеленый злато тама тама ну ну господи кладись мука 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 здесь я и здесь я отлично по центру у нас светильник переработалось у нас это дело дальше смотрим опять же в таункрафт нам нужен виктус виктус у нас делается из чего виктус это у нас жизнь по сути жизнь делается из воды наверное да очень странно очень странно но из булыгана причем из белого которого я могу сделать хренову тучу давай давай ты обратно покладешь возьмешь чисто стака мне как не очень нравится и смотрите вот обычный булыжник а вот белый и в нем есть что в нем есть виктус правильно непонятно откуда он там взялся а он есть конечно много всякого выброса будет помимо основного виктуса который мне нужен но я это переживу это не проблема херба херба ставим сюда хербу так помимо этого бежим опять на улицу и нам нужно снова херба 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 для этого хапаем ножнички да кстати я пока обновил сборку я еще не ставил себе эту мини мапу так что не удивляйтесь я слепой как крот в данный момент я не вижу с какой стороны ко мне будут подходить враги мне в принципе не сильно даже это печалит все окей и мне все нравится что там еще есть вот теперь стака сделаем я отправлю на пережарку все подсадили щиток наше колечко ну на самом деле вообще вообще фигня ни на сколько мы его не подсадили честно говоря да очень очень хорошая чинилка из этого опять же из Эвилкрафта хороша она естественно тем что мы можем без про каких-либо проблем без каких-либо проблем чинить броню из таункрафта допустим вообще отовсюду броню можно чинить почти почти не всю а то сейчас скажу что всю побежите проверять кажется что не так но на самом деле не так потому что некоторое не чинится допустим тот же чизиловская лопатка не чинится то есть у нее как по другому это действие прописано пила тоже не чинится из форш микроблоков так что есть небольшие косяки а стрикс начал делать систему из applied energistics итак давайте еще раз глянем что нам надо для инфузии для инфузии нам надо это не инфузия вот это все крест на крест золото друг напротив друга 16 8 и 16 34 золото обязательно друг напротив друга эти крест на крест ну что первая инфузия берем в руки палочку запускаем вот она сейчас будет жрать у нас хербу хербу мы кушаем дальше мы едим люкс тоже скушали дальше у нас идет виктус ями ями после виктуса у нас идет поедание ингредиентов золото ушло первое кость ушла опа па 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 возможно пропал один кристалл не могу сказать точно да да один кристалл у нас взорвался вуаля готово светильник роста мне нравится далее делаем сейчас еще одну такую же хреновину хреновину всегда желательно держать в запасе предметы какие-либо иначе и прогорите на хрен и жрать она у вас вот эта вот махина будет без остановки все эти аспекты и уже никак не остановить в тот момент когда она начинает тупо жрать потому что она во время ожидания будет как я и говорю все подъедать все походу 64 давайте этого пердишево тоже 64 да ё-моё люкс есть 16 9 32 придется еще одну банку под терру сделать ну терра в принципе аспект ходовой я думаю в крайнем случае отсушим эту банку да и хрен бы с ней господи да у нас тут просто жопа полная с аспектами то надо короче за ними следить я именно о том имею ввиду что вытаскивать отсюда вытащил 8 8 поставил давайте последний камень и мне надо уже вот эту штуку и так вам понравилось я надеюсь что понравилось давайте дубль 2 пока пусть он кушает мы будем в этот раз ориентироваться чисто на звуки есть есть и есть так давайте взрыв был в пустую я так понимаю да взрыв был в пустую все компоненты на местах кристаллики чё же вы мне тут не это это самое не этого того совсем ну кушай кушай давай быстрее еще одна готова две лампы роста теперь чё мне надо зачем я вообще это делал шучу конечно же я знаю зачем я это делал так ну конечно слишком до хрена получилось пердишио и теры который еще и не весь слился походу да виктус он нам точно пригодится это очень ходовой аспект пердишио вылилось вылилось далее херба давайте возьмем вот этот херба у нас тут еще 32 аж осталось запятаем и у нас 64 труба у нас есть на всякий случай я просто не знаю давайте на всякий случай читанем маленько про этот светильник в отличие от своей основы обычного магического светильника светильник роста не создают источник источников света без эссенции херба при использовании светильником эссенции специальные источники света помогают расти любым растениям кормление светильника роста осуществляется через систему труб хрен его знает каким именно образом это все делается хорошо что у меня голем они все подряд не собирают а понял все понял да засираем инвентарь с бешеной скоростью называется так нет магнетизма так хорошо а ты можешь подключить трубу к верху что только сбоку ты вообще не можешь подключить трубу что ли ты что дебил не наверное все таки тут логика немного другая тут походу надо вначале прицепить да а потом уже отдавать это я вообще так умно поступил ааааа я гений я даже знаю как эту систему переделать отдай мне пожалуйста лампу отдал отдал сгинь нечисть 64 надо просто посмотреть работает ли он и если он работает то будем завершать эту серию 62 он начинает аккумулировать все что вокруг происходит я так понимаю да но мне это не нравится это слишком какая-то фолистическая хреновина длинная получается я хочу чтобы ты работал прямо так и ты работаешь прямо так ай какой молодец и у нас сейчас попрут все эти ягоды что я просто офигеть от этого всего начну не голема я думаю тоже кстати в общем периодически надо будет туда подкидывать хербу ну хербу вы уже поняли откуда я буду брать вот такие вот дела вот такие вот у нас там крафтовские дела очень интересно мне очень нравится ну что а на этом собственно давайте серию завершать с вами был Wages of Sin это была игра Minecraft всем спасибо за просмотр и всем пока